Я читаю 14 главу книги Прока Исайи. И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабить. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе, господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя Рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобным нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, Выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство? Вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не присоединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили вселенной неприятелями. «И восстану на них, — говорит Господь Саваоф, — и истреблю имя Вавилона, и весь остаток, и сына, и внука, — говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительною, — говорит Господь Саваоф. «Склятвою, — говорит Господь Саваоф, — как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их, — таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота, вой голосом, город, распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище, бедные из народа его.